Музейный сообщество Музейный сообщество Мы этой выставкой отдаем дань уважения этому человеку и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее внимание целого всего региона, всей аудитории музейной, которая есть на Урале и в соседних регионах, к этому прекрасному музею, к его коллекции. И сегодня мы показываем, наверное, не самую широко известную его часть. Вы видите, что вокруг вас не западная европейская гравюра, а живопись уральских художников. Это прекрасное собрание, которое нисколько не хуже, чем собрание другого крупного уральского музея. Для приветственных слов буду приглашать наших важных гостей. Во-первых, нашего учредителя, администрация города, управление культуры Илья Николаевич Марков. Будьте добры. Всем доброго дня, доброго вечера. Я шел, думал, что сказать, но сказать, пожалуй, две вещи. Во-первых, конечно, большие слова благодарности двум институциям, которые придумали, реализовая этот проект, в их поддержке, безусловно, и деятельному части Министерства культуры Саратовской области. Важно, когда институции, отражающие определенный город, находят общие для себя темы для взаимодействия. Тем более, что, как вы знаете, наш Екатеринбургский муниципальный музей в определенной мере и степени является проводником интересов таких локальных региональных музеев в Союзе музеев России и вообще лоббирует интересы подобных институций. Ну, а второе, мы на днях проводили большой культурный форум в лаборатории культурных проектов «Культуралика», на который очень много говорили о культуре как в сфере инвестиций. И, конечно, вот пример деятельности Ербитского музея – это, наверное, один из самых ярких примеров тех самых инвестиций, которые культура приносит в регион. Измеряются эти инвестиции прежде всего человеческим капиталом. Как известно, в Эрбите с этим все в порядке было всегда, многие сотни лет. Ну и вот новая такая волна развития, новая волна привлекательности, новая волна внимания со стороны всех участников, извините за это слово, рынка, государственных деятелей, зрителей, институциональных организаций и других, она, конечно, во многом связана с именем Карпова. Поэтому большое спасибо всем причастным, большое спасибо тем, кто тогда в музей поверил и дарил, художники дарили свои работы и поддерживали, государство поддерживало, и леценаты частные поддерживали, и, конечно, все вместе привело к тем результатам. И сегодня бренд Эрбитского музея, он известен далеко за пределами этого города. Хорошего вечера, просмотра, выставки. Спасибо, Илья Николаевич. Предоставляю слово Дорохину Романа Викторовичу, это Министерство культуры, заместитель министра. Так как Эрбит, это, естественно, мой любимый город, как и Екатеринбург. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, приятно видеть знакомые лица. Я думаю, что со мной солидарные господа, которые говорили и ведут мероприятия особо женские, красивые лица, потому что, когда девушка появляется в картинной галерее или в музее, или в любом культурном учреждении, она начинает совершенно по-другому жить и существовать. Кстати, если уж мы затронули, если я уже начал в своих тезисах употреблять такие слова, вы знаете, что многих художников, что видно по полотну, в том числе восхищают и вдохновляют дамы. Что касаемо этой выставки и личности, вы знаете, я глубоко убежден, что у каждого человека в жизни есть какая-то миссия. Кто-то с детства мечтает стать врачом и добивается успехов, кто-то пробует несколько профессий. Но совершенно точно можно сказать, что наш музей и господин Карпов – это неразрывные вещи. И есть планы, я надеюсь, что они реализуются в ознаменовании 75-летия со дня рождения, изменить наименование музея. Но пусть будет так, как задумали и руководители музея, и Министерство культуры, и муниципалитет. И мне кажется, что подобные выставки показывают не только масштаб личности, но и масштаб нашего региона. Когда ведущая культурная институция города Тельбурга взаимодействует со своими коллегами, которые находятся в нескольких сотнях километрах, это говорит о том, что у нас никогда не будет культурного дефицита. Обратите внимание, что выставка из нашего региона, что выставка не из-за границы. И потенциал нашего региона, культурный, он, конечно, невероятно большой. Я хочу пожелать всем нам творческих открытий, новых свершений и побед. И мне просто радуется сердце, когда директора учреждений находят между собой те точки прикосновения, которые интересны обоим институциям культурным. Ну и искренне надеюсь, что у жителей города Тельбурга и у гостей города Тельбурга этим теплым, очевидно, летом и весной выставка прям оставит такие яркие впечатления. До 16 июня, кто не знает, будет эта выставка, я думаю, что неоднократно гостей нашего города мы сюда будем приводить с удовольствием и гордиться, что выставка в Екатеринбурге, но приехала из орбиты. Спасибо, что мы делаем хорошее дело. У нас большая здесь делегация из орбита. Вот я приглашу ее руководителя, Юлию Вячеславовну Коновалову, директор музея, который теперь довелось поднять флаг этого учреждения, институции, повторю за своим руководством. Вот вам слово, Юлию Вячеславовну. Добрый день всем присутствующим в этом зале. Для нас сегодня особенное, очень важное, значимое событие, поскольку этот абсолютно новый выставочный проект из собрания Ирбитского государственного музея изобразительных искусств реализовывается именно в городе Екатеринбурге в одном из залов центра Эрмитаж Урал в год 90-летия Свердловской области. А самое знаменательное то, что этот проект посвящен 75-летию заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного члена Российской Академии Художеств, почетного гражданина города Ирбита, основателя Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, коллекционера и собирателя Валерия Андреевича Капова, легендарного, по своей сути, очень уникального человека со стойким упорством, с торпотливым трудом он собирал по крупицам произведения искусства, создавая такую уникальную коллекцию нашего музея. Первостепенно, что выставка отражает деятельность Валерия Андреевича, которой посвятил он всю свою сознательную жизнь, также популяризирует творчество, жизнь, деятельность наших знаменитых, замечательных, талантливых, гениальных уральских художников. Возможно бы этого проекта не состоялось без поддержки Министерства культуры Свердловской области, в связи с чем я пользуюсь случаем, выражая огромную благодарность Министру культуры Свердловской области, Учайкина Светлане Николаевне, заместителю Министра культуры Свердловской области, Дорохину Роману Викторовичу, отдельная благодарность начальнику управления культуры города Екатеринбурга Илье Николаевичу Маркову, ну и, конечно же, огромная-огромная благодарность нашим партнерам, коллегам Екатеринбургского музея изобразительных искусств и, конечно же, идейному вдохновителю этого проекта, директору Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Коричину Никите Николаевичу. Я уверена, что эта выставка будет очень востребована и надеюсь, что положит основу нашей долгой, очень плодотворной творческой деятельности в будущем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господи. Давайте приплестим к микрофону моих коллег из научного крыла нашего музея, Зоя Юрьевна Тавирова, зам по науке, и Наталья Пономарева, заведующая сектором искусства XX и XXI века. Дорогие друзья, я, прежде всего, конечно, хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время, самое главное желание, прийти к нам сегодня в музей и разделить с нами память о нашем удивительном коллеге, замечательном профессионале, уникальном профессионале, очень харизматичной личности, которая стала просто культовой фигурой, наверное, в нашем сообществе и стала вот такой вот недосягаемой высотой для многих поколений художников. У нас название выставки, первая часть, «Высота Карпова». Вот, наверное, и об этом тоже говорит это название, потому что «Высота Карпова» — это высота как раз его тонкого, беспроигрышного чутья, тонкого вкуса, высота его духа, высота его творческой и профессиональной самоотдачи. То есть вот все, что в понятии истинной музейщик заложено в природе, оно в нем поплатилось. Поэтому я думаю, что он станет вот таким эталоном и примером для не только сегодня живущих искусстведов, но и последующих, потому что он блестяще представляет наше региональное музейное сообщество. И второе название, вторая часть, вернее, название — это «Уральские художники об Урале», но это уже понятно. Мы уже говорили о том, что 90-то лет в Свердловской области в этом году, и, наверное, эти два события корреспондируются. Но надо сказать, что, несмотря на то, что с легкой руки Карпова европейский музей стал таким европейским чудом, как его сейчас называют, именно благодаря коллекции, самой лучшей, наверное, самой полной коллекции графики в России, особенно западной европейской графики. Но, тем не менее, вот эта «Уральская» коллекция, его тоже была любимым детищем, он очень много внимания и времени уделял этой коллекции. Мало того, он не просто знал, он был в дружеских отношениях практически со всеми живущими его художниками, современниками. Он помогал им и словом, и делом, он пристально следил за их творчеством, и некоторые из них присутствуют сегодня здесь, вот здесь отстанительно фотографируют, кое-кто на фотографиях есть искусствует. Поэтому вам есть что вспомнить. Тот, кто впервые столкнется с этой личностью, он наверняка запомнит ее на всю жизнь, потому что то, что здесь вот собрано, это собрано душой, сердцем, руками, деньгами одного человека. Это очень дорогого стоит, и вот про миссию очень хорошо говорили. Свою миссию Валера исполнила. Я не могу надолго занимать микрофон, тем более, что коллеги уже многое сказали. Я хотела сказать только, что мне в студенческие годы посчастливилось много раз побывать в Орбите и познакомиться с Валерием Андреевичем и вживую послушать его увлекательные истории. А вот эта выставка, она стала прекрасным поводом еще глубже познакомиться с историей музея и с уральской коллекцией. Вот, и поводом показать эту коллекцию иксеринбургцам. Вот, поэтому огромное спасибо, конечно, Никите Николаевичу за инициативу провести этот проект и юрбинским коллегам за то, что они эту инициативу поддержали. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, смотрите, мы можем насладиться экспозицией с вами. Те, кто уже это сделал, мы вас ждем на втором этаже. У нас есть отдельная зона, где мы можем продолжить обсуждение. И выпить бокал шампанского. И там же будет открытый микрофон, в котором можно что-то сказать, если мы хотим что-то поведать друг другу о Валерии Андреевичем, о нашем отношении к нему и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что вот... Я думаю, вы найдете дорогу. То есть, запах шампанского... Экспозиция здесь близко. А до шампанского, я думаю, что вы сможете отойти, руководствуясь искусствоведческим чутьем. Всем спасибо. Наслаждаемся вечером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА